Начиная от студентов-любителей и заканчивая настоящими профессионалами, которые уже добились заметных успехов. В Тверском Кванториуме состоялась церемония награждения молодых спортсменов и не только. Подробности в нашем следующем материале. В этот вечер в Кванториуме собрались как ветераны Тверского спорта, так и те, кто только делает первые шаги. Началась церемония с награждения представителей вузовских команд по итогам региональной универсиады. В этом году победу в ней одержала сборная медуниверситета. Это приобщает молодежь к спорту. В универсиаде могут участвовать и спортсмены, и любители. Для всех найдется место. То есть она многофункциональная. Там не всегда все уходит на силу, подготовку. Там есть игровые виды спорта. Целый ряд молодых спортсменов получили свои первые значки мастеров спорта. Это представители спортивной акробатики, карате, универсального боя, чир спорта. Сертификат на получение ежемесячного денежного содержания вручили известному тренеру Александру Бориндакову. За многие годы он воспитал целую плеяду гребцов. Но это все было сделано теми людьми, с которыми я работаю, со своими спортсменами. Поэтому те спортсмены, которые отходят за действие, хотели пожелать достойных результатов своего личного сбора. Среди тех, кого тренировал Александр Бориндаков, Василиса Степанова. Именно она минувшим летом принесла Тверской области, ну и конечно России, первую с 2004 года олимпийскую медаль в академической гребле. Это достижение, действительно, девчонки представляли Россию и в этой категории впервые у российской сборной медали. Очень приятно, что она у нашей спортсменки, которая представляла Тверскую область. В завершение всех участников церемонии поздравили с наступающим 22-м годом. Пожелав тверским спортсменам, приумножить достижения как Верхневолжа, так и нашей страны в целом. Ведь будущий год будет опять олимпийским, а на поездку на зимние игры в Пекин претендуют сразу четверо уроженцев нашего региона.